Следующий экзаменационный препарат, который я хотел бы с вами обсудить, это подострый экстракапиллярный гламероланифрит. Гламероланифрит значит, что мы имеем дело с препаратом почки. Как же правильно нам диагностировать почку на стекле? Гистологически почка представлена канальцами, вот такими образованиями, и клубочками образования, похожие вот на такие кругляшки. Следующее, что нам нужно оценить? Нам нужно оценить в любом препарате почки состояние эпители из витых канальцев, и здесь все с ними неплохо, мы видим ядра в них, они все дифференцированы, и все прекрасно. И второе, что мы должны обсуждать, мы должны оценить состояние клубочков. Клубочки являются сосудистым образованием и должны иметь четко дифференцированную структуру. Здесь мы видим, что клубочек несколько сморщен, и мы видим, что как будто бы какая-то соединительная ткань растет. Но эта ткань не совсем соединительная, и мы дальше будем смотреть типичное проявление подострого экстракапиллярного гломерола нефрита. Подострый экстракапиллярный гломерола нефрит связан с пролиферацией клеток капсулы Шумлянского Боумена. И именно эти клетки, вернее их пролиферация приводит к тому, что клубочек сдавливается и перестает выполнять свою функцию. В данном месте мы видим вот такой пролиферат, и этот гломерола нефрит еще называется гломерола нефрит с образованием полулуний. То есть эти полулуния формируются от капсулы Шумлянского Боумена и направлены в сторону клубочка, тем самым его сморщивая. Еще раз поищем какие-то характерные проявления, чтобы было красивое полулуния. Вот, например, да, вот у нас клубочек, да, и вот такое полулуние. Если вас попросят нарисовать полулуния, вы должны четко понимать, что эта полулуния происходит из капсулы Шумлянского. Вот еще полулуния. Вот тоже видим пролиферацию клеток капсулы Шумлянского Боумена. Еще раз ближе посмотрим на этот клубочек. Вот, посмотрите, структура клубочка. Вот эти части, которые сейчас помечены маркером, это фрагменты непосредственно сосудистой его части. Они еще как-то худо-бедно функционируют. Вот эти клетки, которые как волокна распространяются от капсулы, и есть пролиферация вот этих клеток капсулы Шумлянского. Надеюсь, вам стало понятнее.